всем доброго дня сегодня будет еще одно видео про kia sorento bl будем снимать раздаточную коробку у нас течь масла сальника вторичного вала то есть жалоб никаких нет все прекрасно все хорошо пробег 190 раздатка родная не снималась ни разу ни разу за не снималась вроде бы как все следили смотрели даже цепь прекрасном состоянии цель будем оставлять старую внутри может быть что-то найдем и уже заменим также будем производить шприцов карданных валов у нас там четыре точки получается три точки у нас на карданном валу переднем и одна точка лицевое соединение на заднем вот здесь сейчас я полез то есть смотрю даже были клиенты показывал запомните то есть каждое то каждое того как старые добрые времена когда у вас были там волги уазики и шприцевались там шаровые шкварня то есть каждое то желательно шприцевать эти четыре точки то есть потому что карданные валы стоит очень очень дорого а промазать по моему рублей 800 четыре точки где-то не ошибаюсь то есть это не большие деньги раз в 10 тысяч кто-то там в 7 тысяч меняет масло кто-то в 9 ну смотрите сами целом я к примеру снимаю ее максимум полчаса может быть даже 20 минут но все это при наличии подъемника он должен быть двухстоечный то есть не в яме и нам нужно будет гидравлическая стойка гидравлическая стойка пневмопистолет ну и самое главное это опыт то есть большой опыт потому что есть гайки которые закисают и кто-то там начинает и там греть рубить или что-то то у меня уже на это свои способы и поэтому я с этими плохо откручиваются болтами или гайками разбираюсь очень быстро ну вот смотрите сейчас вкратце что делаю я для того чтобы быстро снять карданный вал снимаем полностью задний карданный вал передний вот он у нас кстати он стоит неправильно нужно будет лицевым перевернуть в обратную сторону в целом я его отворачивать только сзади четыре болта и отвожу в сторону после чего после чего сразу траверсу подставляем гидравлическую стойку под поддон акпп снимаем траверсу траверсу снимаем и тогда для нас открывается простор даже не нужно трогать карданные валы сразу первое что мы делаем снимаем траверсу и для нас прям открывается то есть уже открутить кардан легче трубу глушитель вот эту часть нам надо будет снимать вот отсюда до туда кусок то есть снимаем также здесь будем отсоединять трос включение коробки потому что он не позволит нам открутить болты у нас получается 8 болтов вот и еще такой момент для удобства может конечно не снимать помучаться и если вдвоем вот эта часть глушителя я снимаю с резинок их тут у нас четыре штуки и смещаю его в заднюю часть то есть мы его туда отводим и у нас здесь полный доступ ко всем работам сальник меняется снаружи но вот этот вторичный вал у него с внутренней стороны стоит стопор то есть вытащить мы не можем нам необходимо снять полностью разобрать вообще полностью разобрать раздатку для того чтобы заменить этот цель ну все начинаем сейчас я вам расскажу мой вчерашний случай по что такая же б.л. приехал мужчина жалобы на то что при повороте что-то хрустит ну и стали смотреть оказывается видимо по всей видимости развалилось сцепление внутри точно такая же соренто тодовская 211 раздатка вот и он я говорю друг сейчас давай попробуем отключить пониженную механическую и проверим ну и стали снимать сам он на машине не ездить и рассказывать что якобы сдачи супруга у него ездит выезжает проезжает там где-то там какой-то есть грязь или снег вот она буксует она включает пониженную после чего то есть машина выезжает из грязи потом выезжает там на асфальт опять ее отключать и еды и как я выяснилось они дергали и щелкали ее очень долго включали постоянно пониженную пытался объяснить что здесь постоянно полный привод то есть он не отключаемый то есть у нас на 1 соренто то есть 145 сил там у нас можно полностью отключить можно включить и включить пониженную но они постоянно включали понижен может быть на это и была причина что функция авто была сломана отказала и поэтому они в наглую включали уже понижен но это не самое главное самое главное что после всего что то есть то есть сказали что нужно снимать раздатку и смотреть внутри выяснили что там механическая проблема составили некий такой предварительный список по работам вот я тут пришел что-то стал смотреть и прибегает клиент и прибегает то есть мастер следом потому что они видимо там ругались или какой-то был спор и клиент он заявляет вы разводите обманываете у меня полного привода нет вообще и вот тут я конечно просто не на меня не было слов я по моему первое что мое было и слов я вроде бы как сказал что если нет полного привода почему-то стоит раздашная коробка почему-то стоит карданный вал там то есть ну вот как-то стал так более мягко объяснять что как бы вне полном не бывает всего этого ну и вроде бы показал все да он увидел ну вроде бы гряда поэтому только сделали диагностику он уехал не знаю какого мнения он остался о нас нам-то все равно как хочешь делаешь хочешь не делаешь как бы ничего интересного ну я его не сужу за это дело в том что вполне возможно что не каждый знает что и как там машине и не должен знать каждый каждый если ездить на машине я считаю что должен знать хотя бы элементарные вещи как был случай что звонит один из клиентов и говорит я приехал домой у меня на щупу масло красного цвета я говорю ты игры идиота кусок ты открыл капот с правой стороны у тебя в конце перед жабло стоит щуп чёрного цвета ну объясняйте там чёрного цвета там как в коробке масло красный а слева жёлтый там в двигателе ты говорю какой выдернул он говорит да я выдернул красный ой чёрный и там красное масло ну вот да это каждый должен знать где какой щуп вот у нас там на подушке 4 болта от раздатки открутил теперь траверсу саму здесь тоже 4 болта скважных не знаю как всё будет отворачиваться машина да ухоженная то есть пробег уже вот как они заявили я сам не смотрел 190 всё родное то есть и карданные валы все родные в целом да неплохо вот вот так траверса сама выйдет нет сама не хочет это подзабила песочком вот здесь я ударю сейчас вот вот то есть первое что мы делаем снимаем траверсу и тогда для нас открывается полный спектр услуг то есть везде подлазит пистолет везде все быстро все удобно кардан полностью будем снимать во первых он нужно промазать сказали что две недели назад меняли крестовину но крестовину не помазали не знаю с чем это было связано обычно я говорю я отвожу ее в сторону но в этот раз я буду снимать полную чтобы перевернуть вот здесь тоже подтекает вот масло то есть но это подтекает не через сальник там есть резинка такая шайбочка вот ее наверно подорвало там вот 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 это да а отвес заберу для ремонта помощник мы что кусочек нашел о это кто-то крутил бы отворачивал это отключат как вот так проводочку сейчас туда думал и отсоединим всегда старайтесь в таких местах то есть внизу под нищу где-то если вы снимаете бак там не знаете кбс разъем все что угодно там из каких-то разъем пусть это будет топливный разъем на шланге не нужно ломать это будет сниматься очень тяжело и обломиться может то есть все таки если есть наличие воздуха продуйте то есть спираж шевелим продуваем полностью разъем и потом он легко снимется и у вас палат получится гораздо гораздо быстрее чем вы будете мучиться с ним то есть потому что терять будете довольно много времени вот здесь такие зелененькие замочки у нас стоят замочки вот отстегнуем многих конечно их нету но это для того чтобы разъем самопроизвольно не отсоединился но как бы не было таких случаев чтобы когда-то он соединялся сам до скорости на удискать подтекает масло хорошо получается вот это вот вот кардане смотрите вот она масло вот выброс был не такой не небольшой незначительный там получается между гайкой шайбой и фланцем то есть на первичном валу лежит такая резиновая манжета что ли что-то с ней случилось но уж и конечно вообще нету так сейчас самое интересное самое интересное это открутить кусок глушителя верхней части там еще с гайками как бы проблем может быть и не возникнет а вот здесь конечно сверху вот одна прям прекрасно открутилась даже не сильно сгорела в мужской вода мне фартит уже пол беды резиночку снимаем монтировочкой а вот здесь здесь вот это вот не похожие на гайки визуально можно предположить что это не открутиться никогда но это не бензин это дизель здесь такого не бывает как бы бывает и крайне редко отламывается все а на дизеле до температура глушителя гораздо ниже ну вот примерно я сразу беру длинную на 14 головку до 14 это будет экономия все времени вот казалось бы гайка которая не может открутиться бывало что вообще полностью выгорала и оставалась как фантики стоило с зубилом просто ударить в разрез и она разлеталась вот и все пошло так что там не снимается вот такой глушитель кусочек сюда уже будут устанавливаться новые гайки гайки я всегда ребята очень часто меняют стойки стабилизатора неважно также на соранта на это и на все все гайки одни и те же там получается десятка под ключ 17 я собираю все эти гайки вот и потом сюда их составлю новый а эти выкидываю так теперь снимаю вот защитный экран этот трос включения кпп два болтика штерочки кто-то может скажет что не надо снимать или что-то еще я снимаю всегда потому что это быстро очень очень сильно упрощает вот здесь всегда песок находит на себя продукт пластиковая защелка топор шайбочка все готово и вот здесь опять же подсовывать руку или крутить ключом надо будет немножко мешает с кронштейн если бы с этим кронштейном были бы проблемы по откручиванию его я бы никогда не откручивал но вот с небольшим усилием я сорвал эти два болтика то есть и они идут там вручную поаккуратней так это все он сказал ручка водителя получается с водительской ручкой то есть поаккуратней есть кстати у kia sorrento bl такая штука и у меня точно такая же проблема заднюю ручку уже заднюю правую я себе вру левую заднюю я себе делал вырвалась ручка а теперь передняя правая вырвалась тоже надо делать я не стал знаете я бы купил бы ручку не вопрос как и все вы но проблема не в этом проблема покрасить эту ручку поэтому я я делал там вставочку у тебя снимал сделал вставку вот в передней двери тоже будут так делать разбирать ручку буду делать эту вставку крепите это для тех кто не в курсе то есть вот у нас раздатка когда стоит на месте это у нас пробочка то есть под квадратик и восьмых по моему потому что да вот это уровень то есть туда заливаем потекло масло значит все это уровень то есть как во всех старых советских коробках две пробки ну вот масло прям такое жженное даже бы сказал бы черное как двигатель маслом я говорил уже неоднократно старайтесь менять почаще если раньше раздаток этих было контрактных уйма то сейчас этих раздаток нет нигде ни у кого все их их уже разбили разломали и ремонт вашей раздатки может стать вам очень дорого здесь два литра масла литр масло стоит там сейчас примерно там от 500 до 600 рублей поэтому я думаю раз 30 тысяч каждый из вас осилит замену масла чаще чаще старайтесь то есть следите вот люди тоже приехали увидели или кто-то им сказал что стало подтекать масло не стали они дожидаться конца и теперь вот будем так масло буду сюда заливать затягивать и не будет а это вот на эту бы мне дали которая рядом близнец восьмой год 075 до до 075 пробег 242 222 так компьютерная диагностика турбина диагностика так проверяем турбину провал мощности с раздатку снимем потом посмотрим что там за провал мощности и последний нехороший неудобный был самый верхний так еще не можешь приопустим сильно опускать тоже нельзя потому что двигатель там выворачивает и отломал отламывает на радиаторе в дизельный это может обломиться диффузор а вот в бензиновый бензиновый на 335 там получается по правую сторону если по ходу движения у нас идет от расширительного бачка на радиатор фитинг маленький под охлаждение и вот выворачивается мотор то есть если с бензином если здесь я на дизель еще как бы так спокойненько опуская то в той не стоит там вариант либо сразу надо открыть капот снять этот шланчик потому что от времени не очень жесткие и отламываются прямо от радиатора охлаждения либо не не опускать сильно то есть стараться очень многие пропускают эти ошибки у многих там отломано потому что мне раздатки приходится снимать как ну в основном конечно с дизельных часть ломаются на дизельных все-таки видимо нагрузка повыше гораздо больше нагрузка в дизельных потому что бензиновых я тоже ремонтирую раздатки точно такие же но прикручиваются они немножко по другому там и и там бензиновых они ломаются гораздо реже бывает что направляющие у нас 2 записает тоже иногда нужно усилия чтобы разобрать олегович пойдем снимать раздатку да ты-то давай прям 5 секунд пробрался и так ты на над сторону да пойдешь как всегда я на этой ты на той просто сюда опускаем хотя тебе провод будет мешать ты запутаешься и и все спасибо так вот смотрите тоже многие многие спрашивают номер приезжаю там что за раздатка вот ну-ка владик чётенько с ними людям что здесь такое вот он номер раздатки 47 304 c 211 то есть это тодовская на бензиновых там 335 как правило стоит 210 точно такой же номер но в конце 210 211 также 210 стоит на дизеле на 145 там а есть не 4c от 3c то есть это у нас здесь тот а там стоит портаем вот у них стоит 30 портаем так здесь сальничек у нас нормалек прокладочка все на месте владик болты мои не выкидывай так вот здесь всегда следим вот смотрите здесь сапун у нас это сапун на коробку он там то есть он газы из коробки сбрасываются сюда в этот некое пространство между раздачной коробкой этим вот видно что маленькая-маленькая осталась дырочка там совсем чуть-чуть ее надо прочесть сейчас проволочку возьму вот сейчас я еду туда то есть эта машина не для болот не те кто заезжает по самые пороги я не советую вам это делать поэтому те кто допустим решились там ездить они отдельно выводят там сапунов от редуктора выводит выше шланчики а здесь они это делают вот смотрите следующим образом вот заглядываем сюда и вот у нас идет шланчик вот шланчик то есть от коробки и он переходит как раз вот в эту зону и вот этот шланчик просто оттуда прямо от коробки этот отсоединяет глушат то есть глушат снизу глушат сверху и вот туда вставляет шланчик и выводят допустим кто-то под капот выводится будет кто-то еще что но знаете что здесь сапун то есть он вот здесь внизу если вы заехали там какую-то прям грязище в водище по самой пороге то вполне возможно что коробка ваших нахлебается водительский так вот он у нас получается раз течет так осевого у нас практически нет все раздатка на мойку сейчас мы будем разбирать блин датчик скорости все это будет мыться все как всегда многие видели в основном каждый клиент кто ремонтирует раздатку то есть он имеет право тут присутствует всегда у нас здесь находится в цеху даже рядом со мной и поэтому он видит как происходит сборка мотор псевдопривода потом при сборке не забывайте ставить на герметик потому все равно вот здесь сюда грязь влага то есть вот он герметик то есть сюда надо будет также потом промазать поставите потому что сюда попадает влага все это ржавеет вал здесь закисать так первая проблема у нас была вот здесь подтекала сейчас откручиваю тяжело и сказал бы открутил должна полегче вот снимаем шайбочку и вот этот манжет вот через него подтекала через вал подтекал вот они якобы сказали что там болтается но здесь больше не знаю по валу я не вижу чтобы болтался сальник сам не подтекал бежала через манжету получается через шлицы первичного вала и через шлицы фланца сюда вот попадала вот это масло здесь у нас под торакс 45 болты и один болт восьмерка под ключ 12 торакс а вру вот 40 торакс то есть если вдруг собрались не у каждого есть этот торакс поэтому и решили то приобретить 40 торакс для того чтобы разобрать ее сейчас мы все разберем все покажем как меняет этот сальник все проверим продефектуем полностью раздатку включая датчики входного входного вала вот видео уже на сборку будет в описании то есть те кто первый раз допустим не видел по ремонту раздатки будет ссылочка где подробно рассказано как собрать ее это у нас тодовская раздатка у нее свои есть плюсы в нее постоянный полный привод функция авто есть свои плюсы для тех кто конечно лазит по грибы и не ягоды она не совсем подходит она больше для городского вот у нас тот а на 1 соренто стоит портаем да все верно то есть во первых даже на этих раздатках то русских делают ставят супер тот супер тот это не значит что у вас становится супер раздатка нет она не становится мощнее ничего не знаю зачем так назвали супер тот дело в том что ей просто добавляют там с помощью небольшой микросхемы функцию отключения переднего привода то есть для экономии топлив я согласен что в этом есть плюс потому что у него самого такая соренто я сам ездил единственное что кто-то переживает за повышенный расход топлива я не переживаю не слежу мне вообще все равно главное чтобы прекрасно все едет все отлично работает мне вообще 10 там сила 12 как как бы мне не важно но я согласен в том что на заднем приводе расходов она будет гораздо меньше меньше то есть если передний привод будет отключаться я видел ребят которые приезжали с такими раздатками у которых супер тот то есть там меняется только лишь переключение в салоне из ставится плата то есть просто его отключаем до плюс в этом есть просто единственное что кто-то там прям из вращается что концов потом не найти вилка пониженной передачи вячный механизм этот обламывает иногда направляющую магнитики не сказал бы что здесь много стружки принципе хорошо у нас по идее тут все должно быть прекрасно опорный подшипник ну да она чистенько да маслица конечно есть ее не видно что дергала обычно вот здесь прям задиры когда раздатка плохо работает то есть вот этот металлическая часть нас через магнит тоже является как сцепление задиров здесь нет то есть работала до того как мы ее разобрали она отлично вот он пластиковый демпфер то есть он тоже его когда здесь все сцепление прыгает и хрустит его деформирует закусывает также вот это у нас пружинка волнистая то есть она тоже часто раскалывается здесь она прекрасно состояние все целая цепочку мы смотрели с цепочка здесь все порядок немножко конечно вот уже есть след но след по центру то есть следов от того что перескать его цепь нету нет ничего подобного здесь нет тут у нас можно сказать такая профилактика будет конечно же все проверим для тех кто говорит там как выглядит оригинальная цепь вот она первый раз вытащилась вот у него также здесь два темных звена даже есть какой-то номерочек почти на каждом или через звено есть логотип фирмы все как и положено так фракцион очки тоже выкидываем насос даже все разбирать это вскрывать дальше не будем потому что если фракционы у нас порядке то здесь и возник нечего вообще новенькое сцепление все это каждый отдельно помоется бывает даже раздавленные стальные фракционы попадаются но нет тут вообще вопросов вообще никаких так вот он вторая проблема это вот он сальник который у нас подтекал то есть меняется он снаружи но вал вытащить мы не можем потому что внутри находится стопор то есть вот нам пришлось полностью разобрать чтобы вытащить ее снимаем стопор вытаскиваем вторичный вал обязательно обращаем внимание вот здесь на выработку сальник у нас двойной в одном месте работает у нас пружинка именно удерживать масло а второе работает как пыльник я обычно беру просто чтобы быстро сразу здесь есть некая такая шагрей я все это зачищаю сперва крупный потом мелкой в каждой раздатке которую бы мы не разбирали надо обязательно то есть вот мы будем менять сальничек первичного вала нам обязательно нужно вытащить там шестерню датчика скорости и шестерню звукового сигнала чтобы проверить на износ просто на шестерне звукового сигнала если будет там даже минимальный износ начнет ее стирать сейчас она будет работать но вполне возможно через 30-40 тысяч она из зазор будет увеличиваться и сожгет нам функцион поэтому ее надо обязательно проверять вот снимаем это шестерня датчика скорости у нас кстати бывает иногда у нее обламывает либо вот здесь на приводе датчика скорости обламывает зубчики и датчика скорости то работает то не работает и вот уже прилипло как будто то вот а вот видите смотрите ее снесло вот поэтому я говорю что надо вытаскивать вот видим выступ здесь он примерно полтора миллиметра и смотрим вторую сторону его почти нет то есть можно сказать что клиент почувствовал и решил сделать потому что вот это в дальнейшем прям еще чуть-чуть бы дело в том что это собирается все в один клубочек вот так в один клубочек собирается притягивается гайки а когда здесь изнашивает ее то есть здесь появляется на сцеплении появляется вот такой вход туда-сюда зазор и работает она неэффективно она буксует то есть все чаще 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 то есть когда здесь происходит износ и сжигает их поэтому шестерна звукового сигнала обязательно замена человек также изъявил желание заменить вот этот подшипник что якобы у меня там болтается смотрите здесь какая штука вот он он туда вставляет свободно так это оставляет свободно и якобы он вот так болтается болтается смотрите он фиксируется у нас там у него есть свой игольчатый подшипник есть своя втулка но свободный дифференциал у нас весь шевелится ходить то есть если бы здесь подшипник стоял бы двухрядный тогда был стоял жестко а любой любой подшипник однорядный он всегда имеет ход то есть вот сейчас мы туда его засовываем то есть этот ход он допустим то есть у них жалобы что он вот так болтается я говорю если он будет сильно болтаться то есть вот здесь будет болтаться то сальник будет обязательно подтекать то есть это нормально это норма они болтают за кардан и там ход только люфт не в подшипнике люфт происходит там в свободном дифференциале и это нормально вот все в порядке поэтому меняем вторичный вал в выработке нет там отлично меняем обязательно два оригинальных сальника два масла новых и сальники у нас разные но мы их можно не взаимозаменяемые первичного вторичного вала просто ну все же советую делать правильно сальники по размеру одинаковые но сальник первичного вала здесь вверху он у нас стоит такой более мягкий он резиновый а нижний он с более грубой юбкой видимо сделано для песка там для всякой таки опять же он уже у нас с металлической обоймы а тот с этим резиновым так начать все дефектовку сделали как снять я вам рассказал а как сделать вы уже гляньте моем первом видео ну все всем пока до свидания и 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